коллеги приветствую вас на youtube канале клуба трейдеров картель сегодня разберем пожалуй одну из самых фатальных ошибок трейдеров как новичков тех кто немного не понимает либо не до конца понимает как работать с рисками как работать с риск менеджментом и money менеджментом а также это ошибка тех трейдеров кто в какой-то момент почувствовал в себе излишнюю какую-то уверенность отказывается от постановки стоп лоссов результат как правило один и он печальный небольшая предыстория потом вернемся к графикам по классике на сначала схемочку представьте что вы видите какой-то уровень на истории цена подходит к этому уровню вы в ожидании отскока либо после совершенного ложного пробоя заходите в позицию в классическом представлении торговли ложного пробоя самая максимальный убыток который мы можем себе позволить это постановка стоп лосса за хвост ложного пробоя в случае длинного стопа до единственное что нас может огорчить это дальний тейк профи да то есть нужно будет тянуть длинную сделку вход без стоп лосса оборачивается как правило одной неприятной вещью и самое плохое что может случиться это когда в какой-то момент у вас получится заработать да то есть цена уходит в отрицательную плоскость вы в какой-то момент терпите убыток сначала приемлемые потом он становится некомфортный а когда становится значительным то уже смирение да то есть принятие вот этой вот ошибки фатальной как правило заканчивается сливом депозита если есть небольшие хотя бы знания по риск менеджменту и вы не грузите в одну отдельную взятую позицию большой объем то даже в случае с криптовалютой либо рынком forex заходя на малые объемы без топов можно извлекать прибыль есть на то свои стратегии я торговал без топа я знаю что необходим очень большой депозит и относительно малая малые объемы торгов они спасают от сливов там усредняющие ордера кто-то применяет методологию до мартингейла то есть это усреднение плюс двукратное увеличение уже открытого объема это как правило всегда заканчивается сливом то есть партингейл рано или поздно приводит к сливу значит есть один момент когда мы заходим без стоп лосса и вот в этой точке она в точке открытия сделки наш финансовый результат финансовый результат равен нулю то есть мы ничего не заработали и ничего не потеряли если цена уходит против нас в какой-то точке мы например имеем убыток там 100 долларов допустим и в этой точке все что мы хотим большинство так думаю то есть никто когда мы находимся в отрицательной плоскости по финансовому результату никто не думает о доходности куда-то там если нас понесут очень многие мечтают лишь об одном вернуться к цене открытия закрыть свою обученную позицию и все сожалению цена бывает возвращается сделки не закрываются в ожидании дальнейшей прибыли но чаще цена идет дальше следующей точке мы имеем некий финансовый результат допустим там минус 200 долларов и в этот момент мысли у нас только одни вернуться бы хотя бы на минус 100 и вот там точно закрою вместо возврата на минус 100 мы получаем движение дальше и вот это может продолжаться ну условно до бесконечности случае с высоко рисковыми активами будь то криптовалюта либо там какие-то кросс пары я не знаю там обычные до валютные пары к доллару там ну допустим шорт полире до на протяжении длительного периода скорее всего приведет к катастрофическим последствиям шортовой сделки вообще они сильно опаснее да то естественно в какой-то момент открываем лонг все что мы можем потерять это вот это движение сто процентов до нуля и тогда мы теряем весь объем если мы торгуем без стопов на пусть в какой-то момент адекватные риски до пройдя наверх сто процентов цена может двигаться еще дальше плюс сто процентов и еще дальше плюс сто процентов и так условно до бесконечности значит когда она падает да и мы тянем мертвую что называется какой-то момент до убытки допустим я не знаю там пусть это будет минус тысяч они становятся уже ощутимыми и происходит такое принятие уже сделка пускается на самотек вместо того чтобы в какой-то момент зафиксировать там условные 20 долларов стоп лосс и вот это все движение не пересиживать в минусах и получить какую-то никакую там положительную дельту именно финансовой с точки зрения и при подтверждении там какой-то модель слома какой-то контр-тендовый сетап общем где-то изыскать возможность для захода но есть уверенность в инструменте хотя к инструментам нужно относиться просто как к такому бездушному существу до который может как накормить также может и отобрать поэтому не нужно там сильно надеяться фундамент фундаментом есть примеры и на фондовом рынке где актив обесценивается и на криптовалюте это в частности и форекс бывает идет широко и идет против да там многих скосило золото по ходам там выше 2000 изначально и впоследствии еще дальше шортить золото так вот без стопов это точно смерти подобно поэтому аккуратней если вы заходите со стопом неважно да там глубина ложного пробоя либо очень короткий когда стоп мы можем поставить у нас всегда ограниченный убыток всегда в каждой сделке мы рискуем лишь одним риском и все случае если мы сидим и тянем без стопов не дай бог там еще какие-то усредняющие ордера с увеличенным объемом там зашли условно там на 100 долларов второе усредняющий ордер там на 200 3 на 400 и так далее да то есть мы кратно увеличиваем объем это с 99 и 9 десятых процентов приведет к сливу так ну и примерно графики монетку мбл на бирже by bit и фок был на цене на цене 134 там с копейками ну допустим где-то здесь вот я сейчас точных цифр не помню был просто вопрос допустим мы зашли там с условным стопом 5 долларов потянуть куда-нибудь там куда-нибудь сюда да ну допускаю какой-то момент получили стоп лосс дальнейшие наши действия что мы делаем мы переходим в режим ожидания даже если у нас есть какая сверхуверенность в активе что он там непременно будет стоить там условно доллар до при текущей цене там копейки вот в этом движении активно падает падает и падает смысл сидеть в покупке и пересиживать вот это движение смысла абсолютно никакого нет то есть мы принимаем убыток здесь сейчас если сделка не пошла это не наша ситуация до свидания уходим в сторону и начинаем ждать что здесь можно подождать да вот таких нисходящих движениях допустим мы валимся 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 в какой-то момент у нас хоть какой-то намек да как некий заходной импульс там перебили мы откат то есть есть первый до звоночек на возможную поломку нисходящего этого тренда ждем откат и работая в продолжение в откате дождались там точку входа со стопом за самый-самый лой который тоже может выбить но там перри захода это дело 3 да вот эту ситуацию нужно дождаться и тогда может быть что говорится повезет да там даже вот сейчас там завтра это видео будет выходить время почти час ночи сейчас текущая вот ситуация зайдя здесь со стопом там за на торговку либо со стопом за туда вот дальний хвост то есть но скорее всего это спотовая будет история потому что десять процентов движения против это либо малое плечо чтобы не ликвидировал либо cross маржа в общем cross маржа не очень малое плечо лучше уж тогда на спотовом рынке попытать до удачу и вот это движение не пересиживать если вы в какой-то момент времени видите что актив подешевел до относительно какой-то цены на истории есть у меня такой примерчик заготовка его всем показываю сперен тропе одикс в общем фарма когда-то была в 2015 году когда так за стоило 120 долларов спустя там шесть лет мы вернулись на 950 это было дно отсюда сюда 90 процентов хода 92 от 950 до дна еще 92 процента хода купив здесь готовы ли вы сидеть несколько лет пересиживать такие вот убытки я думаю что не готова поэтому только лишь при наличии хороших каких-то ситуаций нужно пробовать там умирающие активы подбирать самое наверное неплохая моделька это когда на условно дно поставили про прощение откатились и пробили дно и после того как пробили нас не тащу далеко вниз и начинают вытаскивать как бы обратно предпрогойную плоскость вот это неплохая ситуация для того чтобы попробовать подобрать но просто так на опушь покупать потому что что-то стало дешево в какой-то момент 950 это историческое было дно но с этой точки мы сходили еще там потеряли 90 процентов стоимости поэтому дешево и дорого это очень и очень субъективно поэтому ждите всегда хороших картинок не лезьте вперед паровоза пусть инструмент даст хоть какой-то намек на дальнейшее движение откатиться сформирует там на пробой на точку входа например на продолжение можно будет заходить на продолжение со стопом там за откат возможно будет получше условия нежели здесь а так вот пересиживать сейчас движение пойдет там усредняющий вход со стопом сюда либо без стопа и может это вот так дальше закончится когда вы здесь получили стоп и здесь получили стоп это все равно будет еще один риск да то есть еще один просто калькулируемый убыток если вы заходите без стопа вы не знаете насколько инструмент будут дальше валиться есть масса примеров где однажды до дорогие монетки стали стоить копейки там ту же самую луну взять там монкой на выходит которые измеряются в тысячах монеты при этом стоит все равно там сотые доли доллара поэтому крайне аккуратно лучше со стоп лоссом и ни в коем случае не тянуть такие вот сделки если вдруг кто-то попал в ситуацию когда вы в какой-то момент пропустили что цена прошла против вас и вы там подняв телефон открыв терминал увидели убыток который превышает допустимые ваши рамки единственное верное решение что нужно сделать это собрать всю волю в кулак и просто закрыть убыточную позицию любые убытки если вы заходите с адекватными рисками это не так критично нежели сидеть и пересиживать какие-то вот такие вот широкие движения против себя какой-то момент переломный происходит но что говорится отпускается до ситуация на самотек и вместо того чтобы отдавать в рынок до нужно стараться извлекать для того чтобы не отдавать мы всегда используем стоп лосса без топов совсем без топов торговать можно но сверх малые объемы на относительно большие депозиты поэтому такой подход тоже имеет место быть но проще если мы ошиблись в своем анализе принять убыток здесь сейчас и не пересиживаю такие сильные движения используйте стоп лосса контролируйте свои риски не совершайте такие ошибки всем удачи пока пока